Итак, друзья, я нахожусь уже в нутрях музея Дали, Санкт-Петербург, Флорида. Это третий этаж. Здесь вот, по примеру, как вот сказать, музей в Нью-Йорке, забыл название, где тоже он по кругу сделан, где ты поднимаешься на верхний этаж и идешь экспозиции, получается, как вниз ты спускаешься и смотришь экспозиции. Здесь прям не такая схема, но чем-то похожа. Вот я вижу внизу усы Дали, сделанные вот там, где дети бегают на улице. И вот там вид на залив. Так, ну, интересная экспозиция. Сейчас на фотку делать там. Так. Аудиогид здесь на русском языке нет. Английский, испанский. Вот усы какие шикарные. Потом их еще снаружи надо пойти посмотреть. Ландшафтный парк. Естественно, магазин. Вот там огромный. Вот, кстати, не знал, что он изображал такие простые пейзажи. И вот подпись. Сальвадор Далия. Не хочешь фокусироваться, зараза. Очень. Такие мазки прям это наляпаны. Морс. Морс. Леонор Морс. Гифт of Райнальд Морс. Тут, короче, походу, не только работая долину, еще и Морса. 1922 год. Масло на холсте. Подарок Райнальд Морса и Элеонора Морса в 1980 году. Музею, что ли, подарок? Вот такая рыба ужасная. Ну, клевая. Да, 1922 год. Ну, ты так как ребенок нарисовал. Я лучше нарисую. Я ж так это, на Люду, кстати, вышел в свое время, получил внимание и словил на живца. А, когда она рисовала, что-то она сейчас забросила. Флорида Ялта. И я вдохновился. Вот здесь цвета мне нравятся. Такие постельные. Это все Морс. Вот. И я вдохновился. И что-то мне тоже прям переклинило. А, вот Дали именно. Вот, подпись. Или все это Дали. Сейчас надо спросить. Вот. Вау. И я стал рисовать. Я как бы в детстве, ну как в детстве, не прям в детстве. В раннем юношестве рисовал. И, кстати, прикольные такие картины были. Ну, не картины, конечно. Вот Сальвадор Дали и подпись. 1925 год. Да, я не знал, что он еще такие достаточно классические рисует. Кстати, прикольно, что у нее тело идет рисунком, как ткань, на которой она сидит, и как обои. То есть, все под одно, волосы все под одно. Камера, наверное, не передает. Вот, как чешуйки. Вот, оно все сливается, тело с тканью. Вот, и я, значит, что там вещал. Сальвадор Дали, 1926 год. Я стал, значит, рисовать. А потом, значит, вот, когда я вдохновился, я захотел нарисовать что-то там не на альбомных листках. Вот люди слушают. Нужно, наверное, тоже пойти взять аудиогид. Сейчас повещать же надо. Вот, и, значит, я захотел что-то большое нарисовать, и я нарисовал даже ее Маки, помню, 1925. Вот, тоже в таком стиле, как та голая дама, тоже вот он весь такой рябистый, вместе с окружением рябистый. В плане, захотелось что-то не на альбомных листках, а на большом полотне. В общем, я купил большую такую доску, и на ней, в общем, нарисовал. Я взял Рафаэля Блински, моего любимого вот этого художника. Вот, интересно, там на лбу, на голове слева, у него глаза и клюв птицы. Если приглядеться. Из каких-то молекул лицо вообще крутота полная. Вот человечки бегут. Очень необычные. Какие-то вишни. Нос, молекулы. Вот эти люди вообще сумасшедшие. Вот эти просто крестьяне наши. Вот, я взял Рафаэля Блински, такой рисунок, где какой-то пляж, как, в общем, от него, пляж, значит, ну, такой пейзаж, а на нем изображено, значит, непонятно кто, мужчина или женщина в одеяне белом, сидит, играет на рояле. Я, если найду фотку, может быть, поставлю на заставку или как-то покажу. Вот, и этот рояль уходит вдаль. Я хочу вот то посмотреть. Уходит вдаль. И вот там вдали по этому роялю едет паровоз. Представляете? И это так круто. Ну, и у Блински эта картина, она, она как бы в серых таких тонах, такой бушующий океан, такое волнующее небо, такое в тучах. И я тоже хотел в таких цветах нарисовать, мне очень понравилось. Но, видимо, вот какая-то душонка позитивная просто не дала. Вот, просто рука рисовала совершенно другое. В итоге получилась картина, полная света, полная какая-то Флорида, желтый песок. Просто какой-то Майами получилось. Какой-то Все яркое вышло. И, в общем, совершенно далеко от оригинала. То есть я хотел как бы срисовать, а получилось, что нифига не срисовал. А получилась отдельная моя вот картина. Хотя мозг рисовал одно, а рука вышла другой. Плюс я еще гуашу рисовал. То есть гуаш, он вообще такой. То есть он делает немножко искажение цветов, нежели когда ты рисуешь. Класс! Что это у него в башке? Какие-то ракушки. И вот там идут отец с сыном, в общем, родители с ребенком. И этот старик, мне кажется, он вспоминает свою молодость. Но у него явная печалька. Он тяжело вспоминает. И вот у него черное какое-то море. Ракушки здесь он собирал в детстве. И в башке скалы. Безжизненные, без травянистых, без деревьев. Просто бомба. 30-й год дали. Вот. И я еще как бы от себя думаю, ну стыдно же срисовывать. Я сделал такую рамку белого цвета, толстую. Внизу толщине получился эффект полароидного снимка. То есть мне нужно что-то было написать внизу. Ну вот как мы на полароидных снимках в свое время подписывали. И я много надписей писал. Потом закрашивал. В итоге я написал «Слорида 2015». И это было, по-моему, за год до отлета. Или за полгода. В общем, так и получилось, что в том году, в 2015-м, я переехал сюда, во Флориду. И вот эта картина, она стала таким вот взглядом в будущее. И вот этот паровоз, идущий оттуда, с горизонта по этому роялю, вот это все получилось так. Это, конечно, обалдеть. Вот. Я люди все это дело послал сообщением. Говорю, вот, ты меня вдохновил, потому что до этого она, я там поздравлял с днем рождения, там приставал там с фанатскими, там, спасибо за видео, за то-та. Ну, конечно, я понимал, что она читает, но не отвечает просто потому, что, ну, невозможно всем ответить. Слушайте, прям тут долго можно смотреть на каждую картину, вот почему я люблю вот этот всякий сюрреализм. Прям такая порнуха вообще жесткая. Жесткая порнуха, у них прям оргия какая-то идет. И вот из него как бы выселяется дух разврата, что ли, или как. Ну, у меня свои ассоциации. А тут что-то чистое, что-то чистое, какой-то силуэт женщины, в то же время какой-то богомол. Просто капец. А, это все под стеклом. Ну, правильно, просто хочется лапать. Вот, я послал люди, и она, конечно, на это уже так отреагировала, ну, ну, в общем, пошла на контакт, стали списываться, и потом я говорю, что я еду, и, в общем, договорились навстречу. Я обожаю такой вид. Смотрите, здесь вот чистая фотография. Какая-то рыба. В общем, тут можно думать долго и долго, что это такое. Вот мне даже не хочется что-то брать. Вот хочется первый вот заход сюда вот сегодня. Времени мало. Вот самому просто посмотреть все это. Просто вот для себя посмотреть, что я в них вижу. А в следующий приезд я уже, конечно, возьму английского гида или аудиогида и буду слушать. Потому что вот вы подходите к каждой картине и слушаете, нажимаете, наверное, цифру, вам рассказывают историю этой картины. Ну, это просто бомба. Тут столько сюжетов в одном. Какие-то рельсы или что-то. А, это ступеньки. Вау. Конечно, можно, может показаться, но и отчасти это так и есть, что это рисуют сумасшедшие. Тут прям целый город миниатюри. Вот, а так это и есть. Но мне, допустим, это интересно. То есть вот человек живет, и вот такой вот он рисовал. Это же надо. Вот абсолютно графично. И вот эта графичность, с этими квадратами, вот, а в середине смягчает все это дело, вот, женские формы. Вот такие вот наливные. И вот здесь портрет. А, это в общем. Слушайте, вживую так не видно. Вот на камере я вижу, что это лицо. Лицо, в общем, лицо вот этого, по-моему, кто это, Франклин или кто президент Америки. Я их путаю всех. Или, а, Рузвельт, Рузвельт. По-моему, Рузвельт. А, Линкольн, брюшон. Все, это я читаю. Подсказка, это я не сам вспомнил. Это я подпрыжил Авраам Линкольн. Вот он маленький, вот он большой. Вот там глаза. 1976 год. Просто супер. Так, здесь что? Какой-то барашек толкает. Просто взрыв мозга. Вот на них нужно долго смотреть и думать, что это. И ты будешь находить каждую секунду что-то новое. А еще, друзья, я вам советую в этом стиле, если вот кому интересно. Я не буду долго уже снимать, потому что я хочу сам поставить, попялиться. Это, в общем, в общем, в общем, еще советую Тецуэ Исида. Это японский, по-моему, художник. И он рисует вот такой зереализм сумасшедший, но в тематике урбан. То есть в тематике, о боже. Вот тут, конечно, жесть. Что это такое? Это месячные, что ли? И... Ну, вы поняли, что я имею в виду. Атропоморфик бич. Какой-то пляж. Жесть, конечно. Вот это палец прям такой. Это 3D, это скульптура. Вот. И, значит, он рисует стиль урбана. И у него такие городские тематики. То есть как на нас давит общество, как на нас давят телефоны. Но там такой же скач. То есть там люди в рамках, люди в коробках спичечных спят. Там людей раздавливает сотовый телефон. Ну и так далее. То есть там много сюжетов. Картина называется Memory of the Child Woman. То есть память ребенка-женщины. Вот. Так что забейте. Это целая сина. Это просто тоже отрыв башки. Тут вообще вот как бы много вот обширные детали обычные. То есть, ну, покрасить легко, да. И в то же время какие-то детали проработаны настолько, что просто бомбес. Такая курица какая-то, или что это? Вот эти вот вообще сумасшедшие. Вау. И вот ты сразу не видишь детали. Потом только при рассмотрении ты начинаешь замечать детали. Так, здесь просто фотография. Вот это Гала. Его вдохновительница и женщина, с которой он там провел многие года своей жизни. В общем, там у них вот они вдвоем. Своя история. 59-й год фотография. Вот Андали с этими усами и Гала. Непонятно, у них там отношения были, насколько я читал, что все запутано. Он был вроде как и бисексуал, и вроде и с ней, и вроде и отношения у нее у них были и с ее мужем. Они как жили с шведской семьей. В общем, там полный трэш. Офигеть. Какие-то тараканы. Пишут, что значит в 50-м году значит слева тарелка Дали, а справа тарелка Галы. И пишут, что Дали сказал, типа, что Гала лучше ест, чем я, судя по ее тарелке. И, конечно, люди прожили невероятную жизнь. И, если честно, можно им позавидовать. Это просто фрики. И для своего времени, в котором они жили, это, конечно, у них впечатление просто кладезь. Вот он рисует эту картина Линкольна, которую я до этого снимал. Вот сбоку хорошо видно лицо Линкольна. А, прямо нет. Вот он держит эту картину, фотографию Линкольна. Линкольна. Я помню, классное, вот памятник есть в Вашингтоне я смотрел возле Капитолия. Так, на фотографии это не так интересно, хотя тоже вот они, парочка ТВикс. Причем она, по-моему, еврейка и как бы не особо такая ну, прямо скажем красавица, да, и в то же время вот он на ней что-то его переклинило и столько лет они провели вот в каком-то вот этом непонятном союзе, союзе нестандартном, то есть они там и расставались, и жили троем, и какие-то у них были открытые отношения, и и в общем он много посвятил ей картин, они друг на друга влияли как-то вот именно творчески наверное больше все-таки вот бывает такое вау, какая большая картина, все вот здесь можно подвиснуть надолго и вот я вижу галлу слева и кстати вот что она здесь стоит это явно срисовано с вот этой вот фотографии с вот этой вот 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 она стоит а нет это по-другому она стоит это точно вот она богиня здесь и папа римский есть и какие-то он голые пацанята в общем дали это просто конечно вселенная по-своему в одном человеке столько человек картина называется открытие Америки Кристофором Колумбом вот походу он вступает с корабля так сказать на бал делает шаг картина огромная вот мужчина стоит и вот она какая картина мужчина роста 190 вон он линкольн вот издалека его хорошо видно так ручка я какие-то рыбы обглоданная а нет это телефонная трубка и вот там фигура непонятная женщина супер вот вот опять же эта женщина смотрите вот она с обручнем каким-то или как со скакалкой какой-то 37 год и здесь же она 39 год вот она же с этой скакалкой бежит интересно как это связано два года разница так тетечка давай отходи съемка идет 44 год кстати вот холст как сейчас часто делают в магазинах дешевые картины также вот делают холстом обшивают просто дали 44 год скелеты едут на велосипедах с камнями здесь фонтан идет в рояле просто взрыв мозга какое-то восстание мертвых или люди с тяжелой ношей раз у них на башке камни это похоже на офисный мир наверно на мир работников они все одинаковые все бегут 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 как Леонтьев пел вау смотрите женщина идет в песке сливается и вместо башки идет камень и такие у нее рабочие руки все в мозолях а вот это хотя нет они не особо утонченные это не ее бояре тоже руки все рабочие какие-то они да сейчас вот так скажем тусовка это люди просто с баблом какие-то бизнесмены то раньше тусовка и интеллигенция во первых было другое понятие интеллигенция то есть это были вот люди творческие необычные художники писатели музыканты и вот они тусили в своих кругах мне кажется здесь это вот чисто мои мысли родители у них больной ребенок у него и с ногой совсем и с рукой беда и он и вот родители мучаются страдают от этого и в то же время они его поддерживают а может быть они уже умерли так как они в цвете облаков туч может быть они на небе это для него просто как образы родителей в общем можно предполагать очень-очень многое и вот в таком здесь стиле пошли очень многие картины я большие прежде всего покажу о сериалист постер это походу автопортрет он здесь не напоминает какого-то русского то ли Пушкина или еще кого-то интересно у него какие-то как пластыри красные а вот известные часы его которые стали брендом и которые здесь в магазине точно продаются в разных хипостасях классно что немного людей сегодня сегодня вторник опять эта женщина с чем она не пойму спрыгала как мне кажется какой-то 34-36 год эти морсы дарили этому музею эти картины все года 85-й год подарили 1007 опять эти часы да правильно и вот они классно сделаны часы как время быстротечно да вот как они уплывают как расплавились а вот какая яркая картина в ведре или в чем это супер ну они требуют вот они требуют работы мозга эти картины то есть ты не просто пейзаж где вы посмотрели речку горы и так далее нужно вот всем доступно пожалуйста все все сюда могут прийти на любой коляске на любой вот и это не это не простые пейзажи картины где все что вы видите в жизни просто на картине изображено ну там может быть особо красиво или приукрашено здесь цвета очень красиво камера не передает блеклами делает вот так что здесь нужно включать мозг и очень интересные ассоциации кстати есть игра классная одна из моих любимых значит не помню как называется в общем там карты интересные с вот такого рода с вот такого рода картинками в этом стиле то есть там много элементов вот таких разрисовано много сюжета раздается игрокам вот мы играли часто вообще у меня компания такая была игровая я вел можно сказать моду в Москве на игры в общем были такие посиделки мы играли в настольные игры у меня их было много монополия а вот в эту я играл не у себя забыл как называется в общем там раздаются эти карты с этими разными картинками ассоциации или что-то такое да игра в ассоциации и чувак ну человек берет одну карту и как бы что он в ней видит я не знаю вот здесь допустим какая ассоциация ну допустим я не знаю раз здесь большая рука допустим скажем там я не знаю побирательство да допустим или можно выбрать не самый большой элемент а какой-то малый и его загадать и он кладет карту вниз картинкой и говорит допустим побирательство или там не считал это я так вот не думаю а или допустим здесь вот маленькие люди а здесь большие да допустим можно сказать там классовое классовое неравенство да и остальные игроки среди своих карт ищут классовую реаль классового значит неравенство и эти карты ну по одной карте где они увидели классовое неравенство они кладут рядом потом это все мешается и скрывается и игроки выбирают среди всех карт где они видят классовое неравенство и отдают свой голос и потом подсчет идет голосов и в общем там я не помню точно правила в общем выигрывает тот на кого больше подумали классовое неравенство и ну в общем что-то в этом роли да понятно в общем очень интересно потому что реально работает мозг аж чешется физически и интересно что вот на это классовое неравенство то есть одни показывают то другие думают то и нужно придумать так чтобы на твою карту подумали вот кстати гала изображена и сальвадор сам себя изобразил самые четкие элементы остальные более размытые вот и нужно сделать так чтобы на тебя подумали а когда ты загадываешь карту нужно сделать так что чтобы не 100% на тебя подумали то есть ты не явно говоришь допустим если здесь допустим дали изображен ты говоришь дали да нет так нельзя это против права потому что если все на тебя подумают то ты проиграешь как бы вот в этом прикол очень красивые цвета вот колизей огромные какие-то мухи там наверху куча элементов да уж у нее много вложено работы это точно классно что здесь не бьют по рукам за фотик и кстати бесплатно у нас часто в музеях в России с фотоаппаратом пройти или вообще со съемкой нужно покупать отдельный билет здесь нет единственная парковка платная 10 долларов кстати билет в музей на взрослого 24 доллара вышел 18-60 лет а там ну для пенсионеров для для детей понятно там скидки так вот приятного аппетита так ну это русский стол здесь ничего необычного водочку рядом и все вот не такое больше интересно почему тут такая картина ее вот прям хочется на большой холст а не на такой маленький бедняга прям это в попу дышит этой лошади название еще сумасшедшее вот там осенняя соната что ли вау у нее извините из грудей прям это вливается как молоко или как лучи офигеть ну да фонтан молока так и называется фонтан молока сприден itself uses внутри еще что-то короче опадающие извергающиеся сам по себе без помощи на три ботинка ну короче шоу обувь офигеть сорок пятый год так вот графичность классно опять здесь часы рыбы он очень любит рыб рисовать я заметил еще давно вот насколько я его смотрел в интернете вот настолько у него много картин и здесь вот пока что я не вижу те известные картины которые я его видел но вот вот это я видел яйцо да это просто бомбес вылупляется человек и здесь же как яйцо получается земной шар с вот этими вот континентами да да вот это я видел какой-то геополитикус геополитичный ребенок наблюдает рождение нового человека картина так называют 43-й год вот этот мальчик внизу справа наблюдает рождение многочис геополитический геополитик мировой мировой политика мировая политика это я смотрел так дяденьки тетеньки давайте расходите вот какая-то дива вот здесь сколько много деталей целый пир и вот женщина как мясо на столе ее грудь как сырое мясо фу такие бушки страшные это страшная картина как какой-то я не знаю чревоугодие что ли показывается вот в животе апельсины все тело как стол на нем продукты и вино у меня ассоциация что это чревоугодие какое-то так ну здесь извините это по тему сейчас не Россия сейчас это любимая тема геи и все такое ладно пройдем не будем народ шокировать вау вау вот они друг на друга пушки направляют вот это вот войско и друг на друга все да правильно люди друг друга убивают так там какой-то наверное господь вверху с писанием разворачивает бумагу какие-то ангелы а это кто может быть Иисус внизу Божий Сын или просто человек и вот многие такие картины большие вот в этих цветах таких пудреных опять там молекулы моря и непонятно где небо где море в общем все 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 сплетено все воедино море посредине получается так ну в общем все не снимешь здесь четверть занимает экспозиция Дали здания другая четверть фотографа известного который его фотографировал который делал Хорс по-моему его зовут фамилия который делал много обложек снимал многие звезд в общем его экспозиция потом значит кафе большое и магазин большой шикарный конечно со всей этой тематикой Дали в общем все что можно и нельзя плюс здесь шикарный вот здесь сад с лабиринтом ландшафтный дизайн сейчас пойду бродить по лабиринту в общем это конечно все нужно воочию смотреть спасибо семье Морзе которые вот с ним были близки значит скупали у него или он дарил им все эти картины в общем они накопили все вот это достояние и вот такой шикарный музей получился все всем пока пока все пока пока